С 1465 года по 1500 год в Европе было издано более 10 миллионов экземпляров книг, в том числе и на славянском языке, включая русский. Однако первого русского печатника звали вовсе не Иван Фёдоров и даже не Франтишек Скорина, а Швайпольд Фиоль. Он был по национальности франком, то есть немцем из Франконии. За четверть века до первой книги Франциска Скорины Фиоль издал в польском Кракове первую из известных в мире русских книг под названием «А кто их?» Швайпольда Фиоля, выпустив в том же году и вторую книгу. Понятие «русский» не имеет ничего общего с Москвой и московским государством вообще, которое было улусом Золотой Орды. Русский язык XV века – это язык русской православной церкви, на котором также писали православные литвины. В 1491 году на польском престоле сидел король Казимир IV Ягеллончик, великий князь Литовский. Православные литвины только писали на русинском языке, а говорили на своем литовском, который ныне называется белорусским. Если поляки пользовались книгами на латыни, то есть могли молиться по любым привезенным из Германии или Италии книгам, то для русских православных нужно было печатать специально. Этим и занялся Фиоль по поручению самого Казимира. Будучи образованным королем, Казимир естественно понимал, что без книг для православных, имеющих огромное влияние в стране, никак не обойтись. Все это создавало благоприятные условия для возникновения первой славянской типографии кирилловского шрифта. Изготовил русский шрифт Рудольф Барсдорф, студент Краковского университета. Известны четыре издания Швайпольта Фиоля, а кто их осмогласник, часослов, триодь постная и триодь цветная. Все это литургические книги православной церкви. В российские библиотеки книги Фиоля попали после захвата Речи Посполитой России. Книги представляли антикварную редкость, были инкунабулами, изданными до 1500 года. Их можно назвать первыми печатными книгами на кириллице вообще. В 1494 году начала действовать черногорская типография в монастыре города Сетинье, основанная Иваном Церноевичем. Это была первая государственная типография на Балканах. Первой православной книгой, выпущенной в этой типографии, был «А кто их первогласник?». Субтитры создавал DimaTorzok